МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ровно 90 лет назад, 20 апреля 1934 года, высшей наградой страны, золотыми звездами, были отмечены первые герои Советского Союза. Это полярные летчики, которые спасли пассажиров и экипаж парохода Челюзкин. Они исполнили миссию, которую во всем мире считали невыполнимой. Как все это происходило? В те далекие времена газета «Известия» восхищенно писала. Сейчас достигнуты адские скорости по 300 верст в час, а летчики научились гибче птиц владеть своими крыльями. Выступая в Кремле на сессии Верховного Совета СССР, Сталин говорил, люблю я летчиков и должен прямо сказать, за летчиков мы должны стоять горой. И когда какого-нибудь летчика обижают, у меня сердце болит. Столетия назад авиация олицетворяла все новое. Полеты завораживали, молодые люди с восторгом осваивали летное дело. Полярные летчики, которым приходилось тяжелее всех, и которые рисковали больше других, поднимались в небо не ради высоких званий и наград. Первыми героями Советского Союза в 1934 году стали летчики-полярники. Через пять лет учредили и знак отличия – золотую звезду героя. Золотую звезду номер один вручили полярному летчику Анатолию Васильевичу Лепедевскому, который спасал экипаж раздавленного льдами парохода «Челюскин». Руководитель экспедиции профессор Отто Юрьевич Шмидт сообщил тогда в Москву. Самолет АНТ-4 под управлением летчика Лепедевского благополучно доставил всех бывших на «Челюскине» женщин и детей. Посадка и подъем были проделаны удивительно четко. Успех полета товарища Лепедевского тем значительнее, что стоит почти 40-градусный мороз. «В общей сложности за время экспедиции я сделал 36 полетов в Пургу полярной ночи», – вспоминал сам Лепедевский. На страшной практике прошел невиданную школу работы полярного летчика. Корреспондент ТАСС Лазарь Константин Чбронтман записал в дневнике. «Был вчера у Лепедевского. Он рассказывал, как нарком обороны Ворошилов оберегает их от всяких покушений. Многие хотели забрать героев на работу. Ворошилов не дает. Пусть сначала окончат военно-воздушную академию. К 20-й годовщине рабочей крестьянской Красной Армии ребятам хотели дать звание майоров. Они были капитанами. Ворошилов лично написал. Полковники». Страна гордилась своей авиацией. Отечественные самолеты ничем не уступали иностранным. Советские летчики ставили один рекорд за другим. Генералы-летчики очень молодые. Троим генерал-лейтенантам авиации не исполнилось и 30. Двоим всего 33 года. Еще пятерым меньше 40. «Пилоты были окружены романтическим ореолом. Это те, с кем и в самой отчаянной ситуации не страшно. К летному составу относились с уважением, прощали промахи и упущения. В 30-е годы пилоты пользовались у женщин особым успехом». Заместитель наркома обороны, командующий военно-воздушными силами, герой Советского Союза Павел Рычагов, человек, влюбленный в авиацию, на одном совещании ЦК партии обратился к Сталину. «Нужно, чтобы правительство приняло закон, который запрещает военным летчикам жениться в течение первых двух-трех лет службы». Зал покатился с осмеху. Сталин повернулся к Рычагову и говорит, «А вы когда женились?» «На шестом году службы», – гордо ответил Рычагов. «Ведь у нас командир формируется в течение двух-трех лет. Ну, приходит после училища молодой летчик, у него же семья, дети. Раз он высокий класс покажет, у него душа дом». «Нет», – сказал Рычагов, «нужно принять такой закон». Курсантский состав летных училищ утверждался в Москве высокой партийной инстанцией – Оргбюро ЦК ВКПБ. Все знают, политическое бюро, политбюро – главный орган власти в советское время. Но с 1919 по 1952 год существовало и Организационное бюро ЦК партии, занимавшееся главным образом подбором и расстановкой кадров. В марте 1934 года по требованию Сталина приняли постановление политбюро установить более строгую проверку при приеме в летные школы, при переводе в летчики, поручить Оргбюро отобрать 6300 коммунистов для направления в летные школы. Летчиками становились дети руководителей страны. Младший сын Сталина – Василий. Старший сын Никита Сергеевича Хрущева – Леонид, погибший в бою. Сын члена политбюро – Николая Санчо Булганина. Ставший героем Советского Союза – старший сын Александра Сергеевича Щербакова – руководителя Москвы, сын рано умершего военного министра Михаила Васильевича Фрунзе – Тимур. Он погиб в бою в январе 1942-го. Посмертно ему присвоили звание Героя Советского Союза. Летчиками стали трое сыновей члена политбюро Анастаса Ивановича Микояна. Один из них, Владимир, погиб в воздушном бою под Сталинградом. Алексей стал генерал-лейтенантом. Степан Микоян тоже получил генеральские погоны и золотую звезду Героя. Человеку свойственно, особенно мужчинам, но и вообще свойственно преодолевать трудности, стремиться к преодолению. И вот в этом преодолении и удовлетворение человек находит. А вот летная профессия особенно привлекает, но я не знаю, только ли этим или нет, только ли трудностями, романтикой какой-то. Лететь на Северном полюсе в открытой кабине – это поэтому летчики ходили в шлемах, в очках, в кожаных брюках, в кожаных куртках. И когда сейчас люди цитируют, почему Чкалов был таким решительным, грубым и так далее, а я им говорю, а как вы хотели бы, чтобы живой человек, оказавшись в такой среде, вел себя на земле по-другому. Каждому времени, каждой ситуации нужен свой характер. Когда ты каждый день видишь солнце, когда ты прорываешься сквозь облаков, или хотя бы просто ты властелин и неба, и земли, ты летишь и видишь на малой высоте, пусть это будет 300 метров, 100 метров, ты видишь животных, весь этот мир совершенно нерукотворный. Ну, об Арктике это вообще свой разговор. Поэтому, конечно, скучаешь по небу всегда. Летчикам не бывает страшно. Летчик идет на задание, полностью уверенный за успешное выполнение задания. Эмоции наступают потом, когда осознаешь, что бы могло случиться, как бы плохо мог бы закончиться тот или другой полет, сколько людей могли бы стать жертвами необдуманных действий. Арктика – это безмолвие. А безмолвие – это не тишина. Это язык природы, это язык создателя, это язык Бога. Когда вы прилетаете с Арктики, через два месяца вы понимаете, что вам ее уже не хватает на всю оставшуюся жизнь. Я думаю, что, конечно, есть люди, которые не могут это освоить. У нас в летной школе бывали случаи отчисления, правда, довольно редко. Так что не все подходят. Некоторых отчисляют по неспособности. Север ошибок не прощает. Один из путешественников, полярников, сказал, потерять жизнь на севере легче, чем потерять монету в дырявом кармане. Поэтому риск очень высок. Минус 40 градусов, нет никаких ориентиров, нет питания, нет жилья, нет связи. В таких условиях, безусловно, страховка и выручка друг друга выручают. Папа мне говорил, ну, зачем тебе это надо? Это так опасно. Ну, имеется в виду, не столько опасно, сколько морально. Если ты неправильно что-то делаешь, сам себя съешь потом морально. Артика очень странная страна. Ее слишком много на одного человека, всегда хочется поделиться. Ну, как бы вы о ней не рассказывали, если вы через сердце это не пропустите, а через сердце это можно пропустить только романтикам. Те, которые воспринимают Артику восторженно. Ну, как она и есть. Она действительно нерукотворная. Вот, тогда слова, проходящие через сердце, становятся чувствами. Первыми героями Советского Союза стали летчики, спасшие челюскинцев. Первыми дважды героями Советского Союза стали летчики. Первыми трижды героями Советского Союза стали летчики. Первым героем России стал летчик. Первым героем Советского Союза и Российской Федерации стал летчик. И первой женщиной, героем Советского Союза, стала летчица. Вы помните катастрофу Челюськина, зажатую во льдах? И 104 человека оказались на льдине, а корабль утонул. И первыми в открытых кабинах на поиски людей полетели летчики. А обнаружили их. И первыми героями стала семерка наших отважных полярных летчиков. По главе с Лепедевским, Подопьяновым, Каманином, Доронином, Молоковым. О летчиках заботились. Даже ввели ворошиловские завтраки. Дополнительное питание, установленное приказом Народного комиссара обороны Климента Ефремовича Ворошилова. Кофе с молоком, булочка и шоколад, которыми летчиков угощали ровно в полдень. Охваченные страстью покорить небо советские летчики ставили один рекорд за другим. Нарком обороны Ворошилов писал Сталину. «Я сейчас буквально места себе не нахожу вследствие аварии в воздушном флоте. Кадры летного разрослись. Укомплектовываются чрезвычайно молодым, малоопытным, что естественно, а главное по-настоящему недисциплинированным кадром. Залихватские замашки, бравирование своими летными подвигами – вот основные источники, откуда проистекают наши несчастья». Летчики управления полярной авиацией Михаил Васильевич Водопьянов и Михаил Сергеевич Бабушкин впервые в истории посадили самолет на Северном полюсе. Оба стали героями Советского Союза. Михаил Водопьянов прожил очень яркую, многокрасочную такую жизнь. И летчиком он стал только в 29 лет. До этого он был крестьянином, красноармейцем, помощником шофера тогда должность такая была. Потом шофером, это уже выше была должность. И потом выучился на моториста. Он год обслуживал один, ну, с бортмекаником, эту линию Хабаровска-Соколе. Летом 37-го они доставили на полюс полярную экспедицию. Ее возглавлял Иван Дмитриевич Папанин, будущий герой Советского Союза и начальник главного управления Северного морского пути. Папанин вспоминал сидимую элиминатора, смотрим, где же полюс. Вдруг в самолете нехорошее оживление. Оказывается, потек радиатор одного из моторов. Ничего, ребята, тряпками собрали антифриз, закачали опять в мотор и полетели дальше. Разве это не героизм? Евгений Константинович Федоров, будущий герой Советского Союза, академик и начальник гидромедслужбы, вспоминал. Водопьянов внимательно вглядывается в ледяную поверхность. Минут через десять находит подходящую льдину. Вниз летит дымовая шашка. Шлейф дыма указывает направление ветра. Идем на посадку. Лыжи коснулись поверхности. Сзади раздается хлопок парашюта. Он надулся и тормозит самолет. Это изобретение Водопьянова. Зародилась эта идея полета на Северный полюс. Водопьянов даже написал пьесу «Мечта пилота», еще не будучи на Северном полюсе. Радист экспедиции Эрнст Теодорыч Кренкель записал в дневнике. Северный полюс надо обмыть и спрыснуть. Извлекается из самолета бутылка коньяку и несколько алюминиевых кружек. «Товарищи, за нашу замечательную страну, за нашего Сталина!» Дружно гремит троекратное «Ура!» И кружка холодная, и густой от мороза коньяк обжигает. Но за такой тост что угодно выпьешь. «Его вот это заразило. Арктика имеет свойство заражать. И я сам, хотя в командировках там было только несколько месяцев на Ан-2, в общем-то это увлекает. Хочется все время туда вернуться. Ну, потому что это как другая планета». Папанинцы дрейфовали 274 дня. В начале февраля 1938-го течение погнало льдину в сторону теплых вод Атлантики. На помощь отправились ледокольные пароходы «Мурман» и «Таймыр», и ледокол «Ермак». 16 февраля Папанинцев нашел взлетевший с «Таймыра» командир летной группы Геннадий Петрович Власов. 19 февраля полярники были спасены. Папанин вспоминал, после дрейфа возвращались домой на борту ледокола «Ермак», и московские актеры устроили нам потрясающий концерт. Но самым ярким был джаз Леониду Утесову. Я с таким восхищением слушал его песни. Он исполнил песню про море, повернулся ко мне и, изображая плывущего человека, закричал «Орденоносец Папанин! Орденопросец Утесов плывет к вам!» В честь Папанинцев в Кремле был устроен банкет. Сталин говорил. «Что непонятно другим? Героев спасаем, чего бы это ни стоило. Нет такого критерия, чтобы оценить смелость человека, героизм. Так мы и решили. Никаких денег не жалеть. Никаких ледоколов не жалеть. Дорогие товарищи большевики, партийные и непартийные, я пью за тех, кто не забывает идти вперед. За здоровье всех героев!» Папанинцы сидели за одним столом членами Политбюро, а жены за другим столом. Сталин к ним подошел, стал знакомиться. «Вы чья там? Папанина?» И он всех пригласил к своему столу. А тройка летчиков сидела отдельно. Сталин подошел к жене Чкалу и говорит. «Ну вот вы на меня недовольно все смотрите. Думаете, это я ваших мужей подбиваю на новые полеты? Да я единственный, кто этих сорванцов может удержать!» Повернулся к летчикам и сказал. «В этом году больше никаких полетов. Побудьте с женами!» Во Вторую мировую войну Арктика стала полем боя. Полярные летчики потребовались в военной авиации. В нацистской Германии строили свои планы относительно Арктики. Немецкие ученые доказывали, что Арктика – место пребывания древних арийцев, которые обладали нечеловеческими способностями. Если арейцы вернут себе утерянные способности, они вновь обретут власть над миром. По поручению рейхсфюрера СС Генрика Гиммлера его одноклассник, доктор филологии Бруно Швайцер, готовил арктическую экспедицию. Нацисты верили, что где-то в Альдах сохранилась чистая нордическая кровь. В войну полярные летчики защищали советское Заполярье и конвои союзников, которые доставляли оружие и стратегическое сырье и продовольствие. В Баренцевом море, в районе острова Медвежий, появились немецкие подводные лодки. Они охотились на союзные конвои, которые пробивались в Мурманск и Архангельск. Первый герой Советского Союза – полярный летчик Анатолий Лепедевский, теперь уже заместитель командующего 19-й воздушной армии. Руководил уничтожением немецких подводных лодок, проникавших в Белое море. Конвои, которые шли северным морским путем, пытался перехватить немецкий тяжелый крейсер «Адмирал Ше». 25 августа 1941-го он потопил ледокол «Александр Сибиряков», который в войну продолжал обслуживать полярные станции. Силы были неравны. Часть моряков погибла, часть попала в плен. Затем крейсер атаковал остров Диксон, но напоролся на сопротивление советских моряков и отошел. Немецкий надводный флот нес такие потери, что практически перестал существовать. А с ледокола «Сибиряков» спасся только один машинист, и спал Иванович Вавилов на шлюпке, на которой оказалась и еда, и питьевая вода, и топор, и спички. Он добрался до необитаемого острова Белуха и стал ждать помощи. Командующий Северным флотом адмирал Арсений Григорьевич Головко вспоминал. Вавилов провел в сентябре 1941 года на Крошечном островке в Карском море более месяца в полном одиночестве, пока его не спас экипаж летчика Черевичного. Летал Черевичный блестяще и, несомненно, принадлежит к числу тех людей, у которых чувство полета является шестым чувством. Сам Иван Иванович признавался. И случалось, мы выполняли задание, нарушая инструкцию. С 1934 года Иван Черевичный служил в управлении полярной авиацией Главного управления Северного морского пути. Счастливо спасенный им Павел Вавилов после войны продолжал службу на Арктическом флоте и стал героем социалистического труда. «Трасса, по которой я летал, – рассказывал Иван Черевичный, – шла к берегам Северного Ледовитого океана, связывала центр Сибири с районами, расположенными далеко за полярным кругом. Мы перевозили геологов, врачей и учителей в труднодоступные районы Верхоянского хребта, в поселки, разбросанные на многие сотни и тысячи километров. Самолеты садились зимой на замерзшей тундре или гладком льду реки. Рискованно, конечно, но мы к этому привыкли». Иван Черевичный поражал скромностью и самоиронией. «Все верили в полярную авиацию», – писал Черевичный. «В летчиков, которые заставляют самолет взлетать со льдин во время образования торосов или с коротких площадок и совершают рискованные посадки. Этим мы были обязаны в известной мере нашим пишущим братьям, корреспондентам, которые много писали о смелых полетах летчиков в Арктике. Начитавшись о себе, мы и сами уверились, что можем все». «Но так и было. Он точно принадлежал к огурте полярных летчиков, которые совершали невозможное. Опыт, талант, знание Арктики, который живет по своим законам, и особый дар». Конечно, летное дело меняется. Столетия назад на самолетах не было радиостанции. Управление осуществлялось по старинке. Командир эскадрильи покачивал самолет с крыла на крыло или давал крен. Потом появились радиопередатчики, но часто связь во время полета нарушалась, в наушниках невыносимо трещала, и летчики выключали радио. Не было и штурманского оборудования, позволявшего летать ночью, и в сложных метеоусловиях. Постепенно в кабине становилось все больше датчиков и индикаторов, информирующих летчика о работе оборудования. У постороннего человека глаза разбегались. А теперь самолетное хозяйство стало настолько сложным, что все приборы просто невозможно разместить в кабине. Да и пилот не в состоянии уследить за ними. Возникает вопрос, в состоянии ли вообще нормальный человек справиться с таким гигантским объемом информации и быстро принимать правильные решения. Всю информацию получает только бортовой компьютер. И он сообщает летчику только то, что ему в данный момент необходимо знать. О состоянии самолета, о воздушной обстановке и вероятных опасностях. Эта информация выводится на цветные индикаторы. Один летчик выразился так. Прежде я всегда знал больше самолета. Теперь самолет знает больше, чем я. Но управление самолетом не становится легким делом. Если утомительно летать даже пассажиром, то каково же приходится летчику, который на протяжении многих часов выполняет тяжелую работу, требующую огромного внимания и напряжения. Требования к здоровью пилота постоянно возрастают. После Второй мировой Арктика оказалась полем противостояния великих держав. Во время Карибского кризиса, это 1962 год, американские стратегические дальние бомбардировщики Б-52 с ядерным оружием на борту, сменяясь, постоянно находились и в воздухе, готовые через Арктику лететь к советским границам. Повышение температуры мирового океана ведет к быстрому таянию арктических льдов. Это позволит судам ходить в акваториях, еще недавно полностью покрытых льдами. Ценность богатейших ресурсов региона определяет жесткость международного спора из Арктики, который еще только разворачивается. Главные схватки впереди. Конечно, в нашем документальном сериале, посвященном освоению Арктики и развитию Северного морского пути, мы прежде всего рассказываем о наших ученых и о мореплавателях. Сегодня Северный морской путь – это современные ледоколы и транспортные суда. Но неоценим и навсегда останется в истории вклад полярных летчиков в освоение Северного морского пути, который играет все более важную роль в развитии российской экономики. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова